Сейчас меня многие спрашивают, обеспокоены, что будет с тенге, что вообще будет с долларом. И я сегодня объяснял и использовал данные официальные, что такое валютные интервенции, что за счет именно валютных интервенций Национального банка этот курс искусственно поддерживается. Ну я вижу, что основная часть населения не понимает, что такое валютные интервенции. Они думают, что раз Национальный банк бросает доллары, народ покупает и это будет бесконечно. На самом деле это не так. Нужно знать, что у Национального банка есть ограниченные валютные ресурсы. Скажем, несколько месяцев назад было официально заявлено, что у Национального банка эквивалент приблизительно 29 миллиардов долларов было резервов. И вот вообще Национальный банк не вмешивается в ценообразование тенге и относительно доллара. То есть как это происходит? Нефтяные компании или другие экспортные предприятия продают свои продукты на Запад и получают валюту, доллары США. Им нужны тенге. Нужно платить зарплату в тенге, нужно платить налоги в тенге. Поэтому они эту валюту выставляют на биржу. Банки покупают эту валюту по заявке своих клиентов. Ну кто такие клиенты? Торговые компании, которые импортируют продовольствие, одежду. Они покупают, дают тенге Национальному банку, точнее этим компаниям нефтяным. Тогда получаются эти компании получают валюту и импортируют тот или иной товар из-за рубежа. То есть как в нашей стране появляется валюта? За счет того, что наши экспортные предприятия торгуют своей продукцией на Запад. Ну и собственно, они предлагают валюту, а компании покупают валюту у них за тенге. И все это происходит на бирже. Валютные так называемые биржи. Национальный банк, по сути дела, не должен участвовать в этих операциях. То есть цена тенге должна складываться на основе предложения и спроса. Продавцы валюты выходят на рынок, если этой валюты мало. А желающий купить много. Начинается аукцион и цена взлетает, то есть тенге начинает слабеть. То есть сегодня эти доллары можно было купить за 300. Начинается аукцион, желающий купить много. И в итоге цена становится, например, 500. Чтобы вот этот дефицит валюты не было, чтобы спрос и предложение сбалансировать, Национальный банк бросает свои тенге на торги из своих золотовалютных ресурсов, резервов. И получается, что тогда он таким образом искусственно удерживает цену. То есть если тысячу было покупателей валюты, здесь было меньше валюты, 800 условно говоря продавцов. Он прибегает, добавляет и выравнивает спрос и предложение. И искусственно держит цену тенге, доллару. Таким образом, за 20 дней между 10 марта и 20, точнее 10 марта до конца марта, за 20 дней, Национальный банк сжег 1,5 миллиарда долларов. Понимаете? То есть валюты было мало на рынке. Почему было валюты мало? Потому что цены на нефть упали, экспортные предприятия стали меньше получать валюты на международных рынках. И они стали меньше продавать. Валюты стало не хватать. И вот цена начала взлетать. И чтобы она сильно не взлетела, Национальный банк делал интервенции. Так вжег 1,5 миллиарда. Вот представьте, теперь у него осталось где-то грубо 27 миллиардов. Но кризис только начал разворачиваться. Цены на нефть сейчас еще больше упали. В апреле в начале. Цена вообще дошла до нашей именно цены. Нефть, Юрлс, марки Юрлс. Мы продаем Юрлс, не бренд. Вообще дошла за 10 долларов за баррель. Это в убыток. А в начале года цена была 68 долларов. То есть фактически цена за нефть упала за 1 месяц в 6 раз. То есть соответственно 6 раз меньше стало поступать валюты от продажи нефти. То есть дефицит валюты стал. Значит когда товара становится мало, его цена взлетает. Это закон рынка. И вот если мы только в начале кризиса находимся. Странные сейчас наращивают, закрываются, закрываются, уходят на карантин. Самолетами не летают, люди не ходят на работу. Нужно меньше им потреблять бензина, значит меньше нефти. Нефть, объем тот же самый производится. Его некуда девать. Цена на нефть обваливается. И в этих условиях, это только Марквилл. Но представьте, что будет дальше. Апрель, май прогнозы очень плохие. Значит, если национальный банк снова и снова будет выбрасывать валюту на рынок. Что будет? А будет, что ее валюты будет не хватать. Национальный банк опять будет из своих резервов выбрасывать эту валюту на рынок. И там вообще ничего не останется. Пройдет 6 месяцев. И все доллары будут сожжены. То есть для того, чтобы удерживать искусственный курс тенге. Потом, когда эти деньги закончатся, произойдет мощнейший обвал. И за эти тенге вы не сможете купить импортный товар. Зубную пасту, лекарства и так далее. Понятно, что национальный банк так делать не будет. Он будет стараться беречь эти резервы. И в реальности, чтобы вы понимали, курс тенге обвалится. А валютные интервенции не могут быть бесконечными. То есть вчера совсем недавно у национального банка было 29 миллиардов долларов. Сейчас грубо 27. Через несколько месяцев, если он будет такую же политику проводить. Вообще доллара в стране не останется у национального банка. Национальный банк не может этого допустить. Поэтому в какой-то момент прекратит эти интервенции. Ну месяц-два пройдет, прекратит интервенции. Или будет очень мало делать. И поэтому тенге будет падать вниз. Продолжение следует...